Блок, захват, бросок. Юные брейтовские самбисты внимательно прислушиваются к заданиям тренера. После того, как в родном селе открылся новый зал единоборств, заниматься любимым видом спорта, мальчишкам стало вдвойне интересней. Я занимаюсь брейтовской джиу-джитсу, греппингом, боевым самбом. Но больше всего мне нравится джиу-джитсу. Брейтовская секция единоборств является частью Центра дополнительного образования и не имеет статуса спортшколы. Однако это не мешает ее преподавателю Владимиру Смирнову растить высококлассных спортсменов. Летом прошлого года воспитанник Владимир Юрьевич Астергей Тараканов стал победителем первенства Европы по панкратиону. Сейчас спортсмен живет и учится в Ярославле, но в каникулы всегда навещает наставника, давшего путевку в мир профессионального спорта. У нас сложная подготовка, потому что много различных техник приходится изучать. Ну а сейчас условия, я думаю, что будут получше по сравнению с теми, которые у нас были. Поэтому здесь будет нам намного проще готовиться. Ну и будем утверждаться на мировом уровне. В зале, где занимаются борцы, раньше находился один из классов брейтовской начальной школы. Затем отсюда ее перевели, а здание целый год пустовало, пока руководство района не приняло решение принести сюда центр дошкольного образования. Первым начали обустраивать зал единоборств. В декабре прошлого года Брейтова с рабочим визитом посетил глава региона Дмитрий Миронов. Тогда же ему рассказали о новом спортзале и попросили помочь с приобретением необходимого инвентаря. Ответ не заставил себя долго ждать. К Новому году мы уже получили и новое кимоно, и набивные мячи, гимнастические мячи, тренажеры для отработки ударов, канаты. И хочу, пользуясь случаем, выразить огромное спасибо Дмитрию Юрьевичу за то, что он поддержал развитие спортивного направления в нашем учреждении. Для села это очень значимо. Теперь в планах местной администрации в течение двух лет привести в порядок и остальные помещения здания. В этом помещении мы планируем тренажерный зал сделать. То есть тоже планируется ремонт помещения. Запланированы уже, ну уже готовятся сметы, будем проходить экспертизу. В соседнем кабинете мы планируем станцию туризма открыть. На вторых этажах мы планируем сделать конференц-зал и учительские классы, потому что есть интересы, есть потребность у многих родителей, чтобы была, ну, у нее есть что-то вроде школы раннего развития. Развиваются в районе и другие виды спорта, в частности волейбол и хоккей. Кроме того, в этом году Брейтова впервые примет участие в одном из самых массовых спортивных мероприятий в стране – лыжне России. Старты пройдут уже в эти выходные. Владимир Литуновский, Антон Комаров. День в событиях.